Дети, о которых шла речь в предыдущем сюжете, определились в своих предпочтениях и выбрали футбол в качестве занятия, которым отдает все свое свободное время. Их родители понимают, что активные занятия на свежем воздухе укрепляют здоровье и развивают в ребенке такие качества, как дисциплина, упорство в достижении цели и умение ладить со своими сверстниками. Директор Института когнитивных исследований и член-корреспондент Российской Академии Образования Татьяна Черниговская, глубоко изучающая человеческий мозг, заметила, что родители, у которых есть маленькие дети, должны как можно раньше определить, к чему способен их ребенок. Для этого стоит записаться в разные кружки или спортивные секции и посетить ознакомительные занятия. Внимательные отношения и диалог со своим потомком помогут определиться с приоритетами и продолжить тренировки, которые будут приносить только пользу и развивать не только тело, но и мозг. Наша съемочная группа вышла на центральную улицу города, чтобы выяснить у жителей областной столицы, как они приобщают своих детей к массовым видам спорта, а также какой в этом виде толк. И вот что из этого вышло. Я считаю, что отдавать нужно как можно раньше, года в три-четыре уже пора бы. Естественно, чтобы ребенок социализировался, чтобы и физически развивался. Это и наставник, который дисциплина будет прививаться с раннего возраста. Такие виды спорта, как джиу-джитсу, популярность среди мальчиков, да и среди девочек тоже. Тем более в нашем районе, где мы живем, там очень хорошая спортивная секция, это точно я знаю. Когда я еще учился в школе, у нас были тоже кружки при школах, при клубах. И все мое поколение, оно, мне кажется, не такое, как сейчас. Поэтому люди должны быть заняты. Если дети будут заняты, значит, у них меньше будут думаться о сигаретах, о наркотиках, о тех пагубных привычках, которые у нас есть сейчас. О пиве, о всевозможных допингах и все остальное. Поэтому я считаю, что это обязательно должно быть. У меня есть внучки, которые занимаются танцами. И на данном моменте пока, я думаю, что они не будут у меня с плохими вредными привычками. У нас внук. Ну вот он ходит на детскую площадку, да, там висит на каких-то перилах, на каких-то кольцах. Ну, занимается, да. Поела дорожка на самокате, да. Растет здоровая нация, которая занимается чем-то, кроме неизвестно чего, с плохими последствиями. Так что молодежь, если занимается спортом, у нее не хватает времени и другие, и на какие-то негативные дела. Как мы все знаем, в здоровом теле здоровый дух. Занятия спортом прививают дисциплину, которая в целом нужна в жизни в любом возрасте. И чем раньше вы начинаете, тем легче вам потом в это втянуться. Но, к сожалению, поскольку у меня нет детей и нет каких-то маленьких знакомых, я не знаю, какими видами спорта в основном у нас занимаются дети. Я знаю, что девчонки ходят на танцы. Спорт – это очень хорошая концентрация на себе, на своих идеях, на способах достижения своих целей. И возможности, которые дает спорт для будущего, просто потрясающие. То есть, занимаясь спортом, ты можешь преодолевать любые барьеры и в себе, и внутри, и по жизни.